Теперь давайте решим 27-ю задачку из демо-варианта 2018 года на языке C. Итак, познакомимся с условием. На вход программы поступает последовательность из n целых положительных чисел, целых положительных, то есть больших нуля. Все числа в последовательности различны, повторений нет. Рассматриваются все пары различных элементов последовательности, причем элементы не обязаны стоять рядом, а порядок элементов в паре не важен. Это значит, что мы не имеем права рассматривать в другом порядке, и засчитывать такую пару дважды. Необходимо определить количество пар, для которых произведение элементов делится на 26. Все остальное – это точные пояснения, в которых указывается, что в первой строке задается количество чисел n, а потом, собственно, идет n этих самых чисел. Диапазон допустимых чисел. Что чисел не более тысячи штук, а диапазон чисел не превышает 10 тысяч. То есть от 1 до 10 тысяч сами числа. Есть пример конкретных входных данных, он нам поможет в тестировании. И еще важное замечание, что требуется написать эффективную по времени и по памяти программу. Далее поясняется, по сути, что асимптотика по времени должна быть линейной, а по памяти константной, о от единицы. Ну, собственно, что мы дальше можем делать? Ну, надо включаться и решать. Правильно? Значит, мы берем голую программу и начинаем работать. Так, ну, я немножко условия сохранил. Значит, что мы будем делать? Первое. Эту программу можно решать и неэффективно. Правда, за это меньше баллов дают. Но в этом случае решение тривиально. Давайте его сделаем. Как это будет выглядеть? Полный перебор. Я заведу переменную, в которой будет у меня ответ. Она будет у меня называться буквой M, например. Я ей кладу начальное состояние 0. А затем я пробегаюсь двумя циклами. И от 0 до N. Да, ну, N же надо взять откуда-то. Я пишу программу нелинейной, не так, как для бумаги. Потому что, по-хорошему, для бумаги мне нужно вначале подумать, а какие переменные мне понадобятся еще. На самом деле, в данном случае мне понадобится только массив. По-хорошему. Я люблю массив называть большой буквой A. Так я и буду делать. Мне нужно массив A размера N. А если я не знаю заранее размера N? Ну, можно попытаться сделать вот так вот. И понадеяться на то, что из XC к моменту создания массива сумеет уже прочитать N. Да, он действительно сможет это сделать. Соответственно, мне нужно передать туда адрес N. Ну, и переменную N мне надо, естественно, создать. Да, количество элементов. Да? Давайте в отдельной строке ее, что ли, создадим. Int N. Так, ну и что еще? Мне надо, считав N, создать массив соответствующего размера и считать числа с клавиатуры в этот массив. То есть, вот я N раз, делаю считывание, соответственно, сканф. Я скоперпасчу. Только не в N, а в A и ты. В A и ты. Далее, собственно, пойдет сам алгоритм. Да? Это будет полный перебор. Ну, вот. Или, скажем так, вот эту переменную N на самом деле можно поближе сюда притащить к моменту после считывания чисел. Ну, и дальше поехали. Я пробегаю по этому массиву по сути два раза. Прошу прощения. Вложенным циклами. Двумя вложенными циклами. И равно 0, и меньше, чем N, и плюс-плюс. Дальше что я делаю? Соответственно, любой парный к I, но мне нужно сделать так, чтобы пара I, K не повторялась. Значит, я буду делать так. Я буду в цикле вложенном. К пробегать значение от I плюс 1. То есть, вот это вот делает невозможным взятие пары I, 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 так, чтобы она входила два раза. Вот. Так. Ну, что еще? K меньше N, K плюс-плюс. Так. Супер. И здесь я просто ставлю условие. Если A, I, умноженное на A, K, делится, то есть остаток при делении на 26 равен 0, делится на 26, в этом случае я говорю переменная M, которая у меня счетчик, вот в этих случаях, плюс-плюс. И ответ это всего лишь распечатать вот эту самую M на экран. Ну, можно перевод каретки добавить. Собственно, все. Вот весь алгоритм существенный. Ну, плюс еще организация считывания. Вот. Можно попробовать на конкретных данных, которые нам будут введены, да, это у нас числа. Сейчас, секундочку. Это у нас числа. 4, 2, 6, 4 элемента. А эти сами элементы 2, 6, 13, 39. И он находит, что 4 пары существует таковых. Так, ну что же. Замечательно. Программа решена. Да, это полнопереборное решение. Но оно неэффективно по памяти. Потому что мы запоминали все эти числа. Оно неэффективно по времени. Потому что мы делали полный перебор. Здесь N квадрат действий. То есть, вот этих вот действий проверка, умножение, проверка остатка. Их N квадрат штук. Как сделать эту программу так, чтобы она была эффективной? Ну, значит, нам придется отказаться от считывания этого массива. А значит, нам не удастся пробегать по нему 2 раза. Ну, я один for оставлю сейчас, на самом деле. Да, но вот это все никак нельзя сделать. Я сейчас уберу отсюда переменную M. Она мне понадобится в самом конце. Да, как я ее вычислю? Значит, мне нужно придумать, по сути, индуктивную функцию. В которой может быть не одно число параллельно считаемое, а много. Но считывать числа я могу только один раз. Однопроходно. То есть, я завожу переменную X. И я здесь же ее считываю. И запоминать никуда нельзя. Так. Замечательно. Далее. Мне понадобится запоминать количество... Чем характерно число 26, делимость на 26? Дело в том, что 26 – это 2 умноженное на 13. Соответственно, количество пар кратных 20, произведение которых кратно 26, будет, по сути, равно количеству чисел, которые кратны 26, то есть K26, я назову это число, умножить на количество чисел всех, кроме тех, сколько чисел кратных 26. То есть, умножить на общее количество чисел, ну, можно N-K26 написать, а можно написать, так, количество чисел, которые делятся на 13, плюс количество чисел, которые делятся на 2, плюс количество чисел, я назову его K1, которые ни на 2, ни на 13 не делятся. Ну, на 26 автоматически. Так. Но это не все. Это не все. Безусловно, к этому делу надо добавить, числа, пары, точнее, чисел, те, из которых не делятся на 26, но зато делятся на 2, а другое число делится на 13. Естественно, что там, поскольку числа принадлежат разным допустимым числам, то есть, все множество чисел я фактически разбиваю на 4 части, делящиеся на 26, делящиеся на 26, а все остальные не делятся на 26. Вот так вот мы сделали. Делищиеся на 26. Все остальные не делятся. Среди них я откушу те, которые делятся на 13. Делятся на 13. А остальные не делятся на 13. Соответственно, среди... Ну, понятно, что среди тех, которые делятся на 26, все делятся на 13, на самом деле. То есть, в принципе, можно было бы как-то там по-другому отчеркнуть, но я не буду сейчас. У меня все числа, которые делятся на 26, делятся и на 2. Но я, кроме этого, отдельно буду рассматривать числа, которые делятся на 2, но не делятся на 26. То есть, вот эта область – это пересечение множества всех чисел, которые делятся на 2. Ладно, я надеюсь, что понятна логика вот этих вот К2 и К13 и К26. То есть, К2 и К13 – это не все числа, которые делятся на 2 и на 13, а те, которые делятся на 2 и на 13, но не делятся на 26. А все остальные я назову как раз числами, которые не делятся ни на 2 и не делятся на 13. Вот их я назову К1. К26, К13 и К2. Ну, и мне остается понять, что еще добавить. Я уже сказал про то, что нужно домножить К2 на К13. Но, оказывается, это еще не все. Требуется прибавить среди чисел, которые делятся на 26. Нужно учесть все попарно друг с другом, но нельзя, во-первых, считать число самим себе парой, а во-вторых, нельзя засчитать каждое из них два раза. Поэтому мы представим себе, что у меня вот есть некоторое множество людей. Я хочу посчитать, сколько из них пар можно составить. Сколько из них пар можно составить. Очень просто, на самом деле. Я первого человека, которого я начинаю считать, я беру и пытаюсь спарить со всеми остальными. То есть у меня получается N, в данном случае, К26 минус 1. К26 минус 1. Минус 1 таковых связей. К этому делу я прибавляю что? Теперь второй человек со всеми остальными, кроме этого. Добавляем количество связей. Получается плюс К26 минус 2. И так далее. То есть у этого уже будет, соответственно, сейчас 3, у этого 2 и у этого 1. Получается, что это арифметическая прогрессия, которая заканчивается плюс 2 плюс 1. Это простейшая арифметическая прогрессия. Ее сумма равна 1 плюс К26 минус 1 пополам и умноженная на К26, потому что здесь всего К26 слагаемых. Итого здесь получается К26 умножить на К26 минус 1. И все это дело поделить на 2. Вот она, итоговая формула, которую и требовалось вывести, чтобы решить задачу. Эта формула исключительно требует знаний комбинаторики. А суть программирования здесь состоит в том, чтобы написать аккуратный индуктивный алгоритм, который посчитает вот эти К. Для этого мы будем использовать каскадную конструкцию. Каскадную конструкцию вот такую. Вот я считал этот Х, и мне нужно посчитать эти К. Я говорю, если у меня этот Х делится на 26, его я отсеку первым, чтобы потом те, которые делятся на 2, не отбрасывать среди них те, которые еще и на 13 делятся. Короче, если Х делится на 26, то есть остаток при делении на 26 равен 0, в этом случае я увеличиваю счетчик К26. К26 плюс-плюс. Простите, случайно. Иначе, если Х… То есть сюда я попадаю только если он не делится на 26, ну тогда давайте предположим, что он делится на 13. Если так, то я увеличиваю счетчик К13. Иначе, если Х делится на 2, я увеличиваю счетчик К2. Ну и если ни на что из этого не делится, то я посчитаю это число в К1 счетчик. Что теперь? Нужно инициализировать эти счетчики и вписать сюда вот эту формулу. Инициализация счетчиков предполагает, что нули. То есть мы можем просто создать вот здесь вот счетчики. Я, в принципе, могу их создать в той же самой строке. К26 равно 0. К13 равно 0. К2 равно 0. И К1 равно 0. Так, счетчики мы создали и инициализировали. Каждый Х мы считываем. Н мы считываем перед началом цикла. Ничего никуда не запоминаем. У нас конечное количество переменных. Всего 5 штук переменных нам понадобилось. Ну и еще одна насчитывание. Эту переменную я создаю. Но мне не жалко эти 4 байта. Какая мне разница? Осталось аккуратно записать формулу. Поехали. К26. Я в первую очередь запишу вот этот сложный член. К26 умноженное на К26 минус 1 пополам. Теперь плюс... Ну, теперь плюс К26 умножить на все остальное количество чисел. А это будет К1 плюс К2 плюс К13. И еще те числа, которые делятся на 2 в паре с числами, которые делятся на 13. Вот в итоге вот эта вот получившаяся формула, она даст нам правильный ответ. Можно это дело распечатать. Ну, в смысле, запустить и посмотреть на числах, которые даны в качестве примера. Это всего 4 числа там дано. 2, 6, 13, 39. На самом деле, конечно, можно было бы погонять и посчитать еще. Но я не буду тратить на это время. Вы можете позаниматься этим самостоятельно. Далее мы с вами переходим к организации структур данных стэк и дэк на массиве. Переходим дальше.